Здесь виден определенный порядок. Сначала Бог дал, а потом Он хочет видеть. И Он говорит, я не хочу, чтобы вы приходили ко Мне с пустыми руками. Его желание, чтобы человек приходил и что-то было в его руке. И Бог объясняет человеку, послушай, я хочу видеть что-то в твоей руке. И то, что я буду видеть в твоей руке, для меня будет значить нечто. Что же это будет значить? Что ты видишь? И что еще ты? Еще что? Здесь есть важное слово. Какое важное слово? Смотря по благословению. Смотря. Соизмеримо. Смотря по благословению. Ты должен посмотреть и что-то сделать. Оценить. Бинго. То, что находится в своей руке, это оценка того благословения, которое ты получил. Зачастую люди воспринимают благословение, как само собой разумеющееся. Мы понимаем, что, ну, нормально, Бог любит, благословляет, нормально. Бог говорит, послушай, я хочу что-то увидеть в твоей руке. Я хочу что-то увидеть в твоей руке. Хочет. Что он хочет видеть? Нашу оценку. Страшная штука. Нашу оценку. Да, наша оценка будет благодарностью. Есть проблема. Мы с течением времени принимаем то, что мы получаем, как нечто, само собой разумеющееся. Через какое-то время. Когда мы пришли к Творцу, когда мы познали Его, Его любовь, Его милость, Его благость, мы этим что? Восхищались. Радовались. Свидетельствовали. Делились со всеми окружающими. Свидетельств было вагон и маленькая тележка. Причем, как это ни странно, мы видели Его проявление во всем. Я хорошо помню. Я выходил из дома. Шел на троллейбусную остановку и молился, чтобы троллейбус подъехал. Он подъехал. Я говорю, халлелуя. Это Бог позаботился обо мне. Я видел во всем. Сегодня, к сожалению, я не так хорошо вижу. Да, троллейбусы я вообще перестал видеть. Послушайте, понятно, о чем я говорю? Да, теперь я больше пользуюсь машиной, она как-то чаще подъезжает вовремя. О чем мы? Да? Мы некоторые вещи перестаем ценить. И они перестают на что? Восхищать. Жуткая история. Прочитаю очень много. Читать буду много. Второзаконие, восьмая глава. Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы живы были. И размножились, и пошли, и завладели землей, которую склятывая обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, который вел тебя Господь. Что говорит Израиль? Помни. Послушайте, невероятно. Послушайте, невероятно. Невероятно. Как это можно забить? История вселенского масштаба. Исход, история вселенского масштаба, который мы, ну, в общем-то, до сегодняшнего дня помним. Он говорит, так, неплохо было бы, чтобы вы это помнили. Он говорит, неплохо. Оказывается, мы могли что сделать? И вы знаете, в общем-то, мы на этом пути частенько все забывали. Если мы почитаем исход внимательно, то мы увидим, что евреи страдали памятью. Хронически, да? Слушайте, ну, Бог является им сверхъестественным образом. Выводит казни, все. Ну, такое, ну, труба вообще. Проводит их через море. Проводит к горе, которая дымится. Они говорят, ай, страшно. Говорит, еще бы. Что такое увидеть? Моисей отходит на 40 дней. Они такое устроили. 40 дней не могли подождать. Говорит, не знаем, что с этим парнем вообще было. Давайте себе сделаем свое кино. Не, мы будем поклоняться этому же Богу. Это же не другому. Они глянули на этого тельца и сказали, вот твой Бог. Израиль, который вывел тебя. Они же не другому поклонялись. Они просто забыли, что им сказали, так не надо. Их же предупредили, вот так вот, не надо. Они забыли просто за 40 дней. Плохо у них было. С чем? С памятью. Вообще не забыли о том, что все, что произошло в Египте, оно же произошло для чего? Еще варианты. Спасибо большое. Чтобы было, что рассказать. Это то, что написано. И сказал Господь Моисей. Войди к фарвону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои. Чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что сделал я в Египте. Чтобы ты что сделал? А если я не сделал, что ты рассказывать будешь? Мне о чем поговорить будет. И он говорит, когда ты будешь рассказывать, в общем-то, произойдет прелюбопытная история. Что произойдет, когда ты будешь рассказывать? Сам познаешь, что я Господь. Ну, так тут написано. Он говорит, один из переводов, в общем-то, говорит о следующем. Чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего, что сделал я в Египте о знамениях, которые я показал в нем. Чтобы вы знали, что я Господь. Один из переводов говорит, чтобы ты узнал, что я Бог. То есть, тогда было это непонятно. И это то, что происходит зачастую с нами. У нас иногда в жизни происходит что-то, чего мы не до конца осознаем. Но когда мы начинаем рассказывать другим, до нас самих начинает доходить. И он говорит, послушайте, ребята, для того, чтобы до вас дошло, вам надо что делать? И я понял некоторые вещи для себя. В общем-то, когда происходят праздники, особенно Пейсах, то приходится так совершать несколько Пейсахов. Один за другим. И так каждый ход. Но вообще, если вы в курсе, то Пасхальный Седор содержит одну и ту же историю. И когда-то, по большому счету, я немного устал, проводя 5-6 седеров подряд. История же одна и та же. И надо рассказывать каждый день. Одно и то же. Отчуметь можно. И каждый год, простите. И так уже больше 3300 лет. Мы занимаемся этим занятием. Что можно нового вообще рассказать? Но я для себя, когда прочитал это место Писания, я понял, что я нуждаюсь в том, чтобы это делать постоянно. И если я это буду делать, то я начну что-то понимать. Когда ты рассказываешь для кого-то, то ты мало что понимаешь. Но когда ты рассказываешь кому-то для себя, то ты начинаешь что-то открываться. Бог начинает тебе что-то говорить. Понятно, да? И благодаря тому, что мы, в общем-то, не устали повторять, то до сегодняшнего дня мы в курсе, когда мы выходили из Египта. Вы знаете, Колумба Америку открыла. Вы в курсе, когда он вышел из порта? Сколько народу с ним поехал в это замечательное путешествие? Ну, на самом деле он вообще заблудился. Он в другой стороне был. Поэтому, когда он отплывал в Индию, ну, никто особо не говорил, ура, это великий подвиг, ты откроешь такое. Ну, в общем, он деньги ехал зарабатывать. Поэтому корабли регулярно отправлялись деньги зарабатывать из этих портов. И никто особо не провожал его. Никто не отмечал. Слушайте, даже никто праздничного меню не составил. Никто не в курсе, был, чего они ели в последний день, перед тем, как отправились. Или кто-то знает, что они кушали. Нет? А мы знаем праздничное меню. То есть, мы в курсе, какого числа, что происходило, что мы кушали, и как мы это делали. Потому что мы это делаем. Не только рассказываем. Мы еще делаем иногда, да? Вы кушаете вообще? Меню не изменилось? Все то же самое у отца? Да? Расширилось. Чуть-чуть побольше. Ну, а снова? Хорошо. Тогда я спокоен. В еврейской, одесской, мессианской общине все хорошо. А снова та же самая. Баранина с мацой. И горькими травами. Про последний я бы вообще молчал. Это страшная история. Хорошо, что в камере этого не слышно было. А повторять я не буду. Итак. Это то, что мы делаем. И как это ни странно, творец говорит, послушайте, ребята, очень неплохо это делать, потому что вы можете что сделать? И помни весь путь твой, который вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твое, будешь ли ты хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя, голодом и питал тебя манную, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. Я иногда спрашиваю, ребята, а вы хотели бы, чтобы ваша одежда не ветшала? Кто сказал да? Да? Кто сказал? Да? Посмотрите на себя и представьте, в ближайшие 40 лет будете носить то же самое. кто вам сказал, что много всего. Послушайте, в чем они вышли, в том они их одели. Знаете, я всегда умиляюсь женщинам, которая стоит перед полным шкафом, с одеждой, и говорит, нечего одеть. Представьте, что вы будете стоять перед ним 40 лет, а содержимое не меняется. для мужчины туда-сюда, но для женщины это ужас. Для мужчины, есть любимые джинсы, любимая рубашка. Так, для мужчины, я же говорю, это туда-сюда, для женщины это ужас. Мы устроены просто по-разному, если вы не в курсе. То, что для нас нормально, и мы говорим, так пойдет, и 40 лет можем проносить эти. Лишь бы не, вот, потому, что окружающие не очень, знаете, вопрос даже не в дырках. Я лучше промолчу, потому, что иногда мужчины о том, что постирать, узнают от соседей. Так, что нас не огорчает, что 40 лет. Вот женщины по-другому к этому относятся. Что это значит? Это правда. Итак, одежда твоя не ветшала, и нога твоя не пухла уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. И так храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями Его, боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю, добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница, гранатовые деревья, в землю, где мальчиничные деревья и мед, в землю, в которой будешь без скудости есть хлеб твой, ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни и железо, из гор, в которой будет высекать медь, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Слушайте, о чем Бог говорит? Что Он ведет в прекрасное место. В прекрасное место. И Он перечисляет, насколько эта земля прекрасна. И Он говорит, ты там будешь есть. И что делать? Насыщаться. До сегодняшнего дня мы иногда едим, но не насыщаемся. И я скажу, что это великое благословение есть и насыщаться. И Он говорит, я вас веду в такую землю, где вы будете есть и насыщаться. Он говорит, послушай, и важно при всем при этом, что? Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего. Ой. Он говорит, ребята, существует некоторая проблема, вы можете про меня забыть. Так хорошо вам будет, что вы можете про меня забыть. Он говорит, послушайте, ребята, важно, чтобы вы помнили оттуда, откуда я вас вывел. И вы помнили, чтобы все, чтобы вы помнили, что было с вами на протяжении всего пути. Говорит, потом я вас приведу в отличное место. Говорит, главное, чтобы вы не забыли, кто вас туда привел. Когда вам будет хорошо, говорит, бойся, чтобы ты что сделал? Не забыл. Господь и Бога твое, не соблюдая заповеди Его и закона Его и постановления Его, которые сегодня тебе, я что заповедую? Когда ты будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них. Следующий этап. Он говорит, первый этап, ты будешь есть и насыщаться. Он говорит, дальше ты построишь дома. Дальше у тебя будет еще все. Ты построишь дома хорошие, будешь жить в них, и тогда будет у тебя много крупного и мелкого скота. Говорит, у тебя будет много домов, у тебя будет много крупного и мелкого скота, много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Ого. Ну, вот это называется по-настоящему шоу? Преуспевание. Много домов, много скота, причем много как большого, так и серебра, и золота, тоже будет все нормально. Говорит, и вообще по большому счету, всего у тебя будет много. Говорит, вот тут аккуратно, ребята, вот тут вы начали преуспевать. Говорит, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Говорит, послушайте, когда у вас всего будет много, есть маленькая проблема с вашим сердцем. Ну, понятно, это не к нам, это к евреям. И ты не забыл Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства, который перевел тебя по пустыне, великой и страшной, где змеи, василийские, скорпионы, и места худые, на которых нет воды. Ого. Он говорит, послушайте, есть тут история, предыстория всего этого. Говорит, я вас вывел и провел. и там, где я вас проводил, было не все так хорошо. Вообще, навредили бы вы прошли все это без меня. Говорит, ребята, жизнь могла не удастся, можно было не пройти. Кстати говоря, одно поколение так и не прошло. Им пришлось там остаться. Да? Который источал для тебя источники воды из скалы и гранитной, питал тебя в пустыне ману, и которые не знали не отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, дабы впоследствии сделать тебе добро. Чтобы ты не сказал в сердце моем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. Где ты должен не сказать? Послушайте, только безумец может говорить устами. Не вопрос, никто своим языком не будет говорить. Ребята, это я такой могучий и сильный прошел все это. Ну и понятно, что после того, как я прошел все это, я зашел сюда и все это себе приобрел. Он говорит, проблема начинается тогда, когда ты там внутри начинаешь себе говорить, что это ты такой. Послушайте, проблема заключается в том, что это относится к нам точно так же, как относилась к ним. Проблема в том, что мы не всегда хорошо понимаем, когда нам плохо, что это хорошо, но когда нам очень хорошо, мы забываем о том, откуда мы. и Бог говорит, послушай, опасность тебя подстерегает как раз тогда, когда у тебя все будет хорошо. когда ты скажешь в своем сердце моя сила, моя крепость, приобрели мне богатство свое, но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвил и утвердил отцам твоим. Бог говорит, послушай, это не потому, что ты такой хороший. Существует очень известная байка о том, что евреи, вообще очень хорошие ребята, что они лучше всех остальных народов земли, потому что Бог, когда Он вообще давал свой завет, то Он по большому счету предложил его всем. Он пришел к одним, одни сказали, слушай, вот это вот все, ну хорошо, только вот с этим мы не согласны, поэтому поскольку они не согласились, Он пошел к другим. Ну и другие, так, ну короче, Бог ходил по всем народам и что-то предлагал. И только евреи сказали, ну мы согласны, совсем без всяких условий практически. И за то, что они как бы вот таки приняли его, вот он ну как бы хорошо к ним относится. потому что они лучше всех остальных и согласились с заветом. Так это брехня. Понятно, о чем я говорю? Ну если, ну на самом деле это не шутка. То, что я рассказал, это не шутка, это есть такая в общем-то история, ее рассказывают некоторые раввины о том, как все и почему мы такие благословенные, почему у нас все так хорошо в этой жизни, именно потому, что мы как народ согласились принять Тору, а все остальные как бы капризничали, они же хуже, чем мы, поэтому не капризничали, а мы поскольку мы хорошие, поэтому мы все приняли, ну все понятно, понятно, в чем уникальность евреев, так вот это брехня, мы состоялись как народ только потому, что один армиянин ответил на его призыв один, так он не родился евреем, то есть не было такого, чтобы все пришли и сказали его родителям, слушайте, фарах, ты вообще что, терах, фарах, терах, это жилин человек, ты вообще что натворил, ты зачем вот это родил евреям, вы не обратили внимание, что я пошутил, да, это была шутка, никто не пришел, вы смеялись, хорошо, мало ли, вы же поверили в то, что все пришли и начали предъявлять ему претензии по поводу рождения первого еврея, а он начал оправдываться и говорить так я ничего плохого вот посмотрите на меня и на его маму мы же не евреи какие претензии мы ни при чем понятно да он был в общем-то по рождению не совсем еврей а если бы точно совсем не еврей и в общем-то мы появились только благодаря тому что он откликнулся на призыв Божий и стали мы народом только из-за обетования которое получил вот мы не при делах мы не при делах и Бог в общем-то по большому счету так и говорит чтобы ты помнил Господа Бога твоего и бы дает силу приобретать тебе богатство дабы исполнить как ныне завет который он клятву утвердил отцам твоим ты не причел все из-за отцу если бы не отцы то мы бы не отличались от всех остальных народов земли нас бы не было мы бы были армянами понятно мы не при делах и Бог говорит послушайте ребята это вопрос моей верности клятве которую я дал отцам вашим это не вопрос тоже вы сильные красивые лучше всех остальных вопрос моей верности обетованию которую я дал вашим отцам и он говорит смотрите в ваши головы может прийти такая мысль так вот вы ее должны что боятся и вы знаете как это ни странно несмотря на предупреждение эти светлые мысли приходят в голову светлые я сказал понятно я так на всякий случай если ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им то свидетельствую вам сегодня что вы погибнете послушайте а такие вообще истории были в жизни нашего народа когда приходили такие мысли мы не лучше наших отцов мы не лучше отцов наших и иногда к нам в голову приходят такие несветлые мысли и часть из этих мыслей что мы сильные крепкие и своей силой крепостью приобретаем и это приходит не вот сюда не вот сюда а это приходит вот сюда когда мы считаем что все это кино для нас и про нас он говорит я дам но то что я буду давать оно соответствует моим обетованиям которые я дал вашим отцам это не потому что вы такие хорошие это не потому что вы себе это все приобрели побороли заслужили получили это потому что я был верен обетованиям и мы должны понимать что бог не зря предупреждал наш народ это было не зря это не было шуткой и это то что часто евреи извините забывали понятно о чем я говорю и когда мы смотрим на часть материальных взаимоотношений здесь бог недвусмысленно говорит что это не наша заслуга и то что мы имеем нам не нужно думать что мы своей силой и крепостью это приобрели и не нужно думать прежде всего в своем сердце не в своем разуме не говорить это языком а в сердце не допускать такой мысли и если такая мысль светлая приходит в голову то как следствие этой мысли ты пойдешь к другим богам понятно да не вопрос благословения вопрос в том что мы сделаем с ним и отсутствие или наличие благословения не говорит о том какие мы очень часто люди смотрят на человека когда он обеспечен говорит ну он благословен значит он хороший а этот не благословен значит он знаете была такая история про две почвы одну хорошую почву а другая почва ну что сеять в плохую почву что там вырастет что-то хорошее вырастет нет и такие проповедники говорили я кстати говоря ничего не хочу сказать но я почва хорошая в меня сеять как понимаете нужно я не про себя понятно да о чем я говорю так так вот когда мы смотрим писание то самая хорошая почва до посева знаете какая сероты вдовы нуждающиеся короче люди вопрос не в их благодарности бог говорит что я воздам дающий бедному дает взаиму богу и он говорит что я воздам вот же преимущество бог берет на себя ответственность ответственность если мы даем им нам вернуть то есть самая хорошая почва для посева нуждающиеся люди с точки зрения писания а с точки зрения проповедников преуспевания это самая неудачная почва понятно да но об этом мы будем говорить более подробно когда мы будем говорить об обеспечении которое принадлежит свертовому дому но для основания разбора этого периода я хочу сказать есть некоторые фундаментальные вещи а бог говорит о благословении которое наступит и он говорит что это благословение которое наступит не является заслугой этих людей а является лишь актом его верности обетованием которое он дал вторая часть он говорит ребята хотелось бы видеть насколько вы внимательны к тому благословению которое я вам дам будучи верным своим обетованием понятно да хотелось бы видеть насколько вы будете внимательны к тем благословениям которое я дам будучи верен тем обетованием которое я дал отцам вашим и насколько вы возьмете в руку оценку которую я хочу увидеть от вас удастся понятно да последовательность понятно благословение не является чем-то что мы заслужили и нам принадлежит по праву с другой стороны творец говорит я хочу увидеть видите ли вы то что я вам даю или у вас плохо со зрением если в вашей руке ничего нет то это значит что я вас не благословил а мы помним что солнце встает над добрыми и над злыми если вы живы то в общем-то уже по умолчанию вы получили благословение да если дар отсутствует в вашей руке значит это свидетельствует только об одном вы чего-то не заметили и не являетесь благодарным все понятно ну я думаю что если чем поразмышлять тогда до завтрашнего вечера размышляйте